Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 4 июня, вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании Fibagroup. В студию его ведущий Роман Шевченко. Начинаем с валютной пары евро-доллар. Третий торговый день к ряду, котировки пары удерживаются в боковике 1.1645-1.1725, что указывает на неопределенность рынка. Но пробой верхней границы отмеченного диапазона может стать первым подтверждающим сигналом готовности покупателей возобновить рост. Так как все еще наблюдаем боковое ценовое движение, определить рыночное настроение не удается. Но так как открытый интерес продолжает увеличиваться, даже при уменьшении объемов торгов, есть риск появления сильного ценового движения. Торговая активность остается повышенной. Но и сегодня рассчитывать на значительное охлаждение рынка не приходится. Прорыв сопротивления у отметки 1.1725 и дальнейший рост к отметке 1.1820 все еще рассматриваю в качестве основного сценария. А сейчас придем к валютной паре фунт-доллар. Публикация неожиданно хороших данных в отчете по изменению уровня деловой активности в строительном секторе Британии оказала дополнительную поддержку котировкам пары. Но рассчитывать на стремительный их рост все еще не приходится. Укрепление котировок пары сопровождалось уменьшением открытого интереса и объемов торгов, что указывает на преимущество продавцов. В пятницу мы наблюдали всплеск торговой активности, но сегодня волатильность торгов может оставаться в пределах среднего значения за месяц. Дальнейшее укрепление котировок пары к 1.3440 все еще рассматриваю в качестве основного сценария. А сейчас придем к валютной паре доллар США, канадский доллар. Несмотря на снижение нефтяных котировок, спрос на пару остается сдержанным. На фоне ослабления доллара США, при этом динамика торгов нейтральна, что указывает на неопределенность рынка. В пятницу мы наблюдали консолидацию котировок пары в узком ценовом диапазоне. Это указывает на неопределенность рынка. Однако, открытый интерес увеличивается даже при уменьшении объемов торгов. Торговая активность остается умеренной, но рассчитывать на резкое увеличение волатильности торгов в краткосрочном периоде не приходится. Учитывая неопределенность рынка, качественных торговых сигналов все еще нет. На этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы Фокус Рынка. Фокус Рынка Фиба Групп Ваша финансовая группа поддержки. Фокус Рынка Фокус Рынка